Сейчас мы пообщаемся с нашими коллегами из Ялтинского филиала телекомпании «Крым». На связи со студией корреспондент Виктория Шевченко. Вика, доброе утро! Что же изменится на южном берегу Крыма в связи с нововведениями? Доброе утро, коллеги! Приветствуем вас из солнечной Ялты. Наш сегодняшний гость – председатель Ялтинского городского совета Константин Валентин Шимановский. Доброе утро, Константин! Доброе утро! Константин Валентинович, скажите, пожалуйста, вот приняты новые правила благоустройства. Чем вот они отличаются от прежних? Что изменится в городе? Что улучшится? Ну, скажу откровенно, эти правила благоустройства, которые мы приняли, они действительно жестче, откровенно жестче всем правоподавателям земельных участков. Мы обязаны поддерживать наш город в чистоте, поэтому они действительно направлены на то, чтобы наш город был чистым, как и санитарное состояние, как и экологический. Уверен, что все эти правила, вступив в действие, мы увидим результат всей плодотворной работы. Сейчас мы занимаемся санитарным состоянием города, проводятся субботники, много общественностей, подключается депутатский корпус. Уверен, что общими силами мы наведем в нашем любимом городе порядок и будем ждать наших гостей к новому курортному сезону, уже с высеченной Ялтой, с распростертыми объятиями принимать всех гостей в нашем городе. Отлично, курортный сезон, ведь действительно он уже скоро, и Ялта готовится ли к нему уже? Конечно, готовится. Как я повторюсь, мы проводим субботники, приведение пляжных территорий мы планируем после февральских штормов, потому что сейчас действительно сезон шторма, нет смысла, но после февраля, весной мы все приведем в соответствие и откроем наши пляжи для наших гостей. Константин Валентинович, всем очень понравилась новогодняя иллюминация города. И туристы в восторге, и ялтинцы. Скажите, а летом что-то будет у нас изменено в плане иллюминации города? Да, мы планируем после января месяца убрать все тематические новогодние украшения нашего города, всю эту праздничную иллюминацию. Большая часть останется, потому что мы покупали ее с тем расчетом, чтобы эта иллюминация работала круглый год. Обязательно будем добавлять к тематике 9 мая, потому что это 75-летие Великой Победы, будет иллюминация, посвященная Дню Победы. Ну и, соответственно, будем постепенно дальше украшать наш город, чтобы он был самым лучшим городом в Крыму. Замечательно. Константин Валентинович, скажите, пожалуйста, о пляже в поселках. Тоже будут готовы встречать туристов? Обязательно, потому что большая нагрузка именно в поселках. У нас много санаторно-курортных оздоровительных учреждений. Там действительно будет проходить эта масштабная работа, и мы готовим также эти пляжи к июню месяца. Константин Валентинович, скажите, пожалуйста, а вот вы говорили про санитарное состояние города. То есть удается ли нам вычистить Ялту, все-все убрать? Ну, стараемся, скажу откровенно, стараемся. Много еще работы предстоит, но темп взяли хороший. Темп взяли хороший. Был крайний субботник. Очень хорошо его провели на достойном уровне. Много общественности подключилось. Как я говорил, депутатский корпус, молодая гвардия. То есть стремимся, стремимся, чтобы наш город был самым лучшим. То есть Ялта будет встречать в предстоящем курортном сезоне чистой, с оборудованными пляжами и сверкающей с иллюминацией? Только так. Только так. И мы стремимся сделать именно это. Константин Валентинович, я вот хотела бы еще коснуться правил благоустройства. Скажите, вопрос экологии. Вы там уделили внимание? Да, потому что у нас город Ялта славится именно экологией. Жемчужина Крыма. И мы обязаны сделать все, чтобы он соответствовал именно этому статусу. Мы сможем как-то в курортный сезон немножко решить нашу транспортную проблему? Мы стараемся сейчас над этим работать. Действительно, у нас не хватает и парковочных мест, как бы этого пространства в городе. Но уверен, что общими силами мы добьемся этого, как бы сделаем несколько парковок, которые будут работать и разгрузим наш город. Замечательно. Я слышала о том, что у нас будет работать транспорт электрический. Это действительно так? То есть я понимаю, мы оставим троллейбусы и что-то еще добавится к ним? Ну, в связи с износом уже электросети, по которой ходят троллейбусы, действительно, есть уже такая необходимость, она уже созрела, чтобы троллейбусы были как гибриды. То есть гибридный транспорт, делать реконструкции это очень дорого, проблематично, времени много, финансовых средств. Поэтому, закупив этот транспорт, мы сможем как бы разгрузить город, избежать этого коллапса, когда рвется троллейбус на линии, город становится в пробках. Да, летом нам пробки абсолютно не нужны. Скажите, а этот транспорт, он сможет соединить и поселки с городом? Сможет, сможет. У нас в планах также продлить маршрут номер 42-го троллейбуса, там нет контакта. Это как раз тот, который идет к Никитскому ботаническому саду? Да, потому что Никитский ботанический сад действительно точка притяжения, там очень много проходит выставок, и цветы, и художественные. То есть Никитский сад развивается. Уверен, что дополнив маршрут номер 42 троллейбусом, который будет работать на гибридной установке, мы сможем привлечь сюда еще больше туристов, и они будут любоваться нашим Никитским ботаническим садом. Константин Валентинович, скажите, пожалуйста, вот опять же к урокному сезону возвращается транспорт в городе, а водный транспорт? Будет ли мы что-то решим с проблемой соединения поселков катерами, как это было когда-то? Ну, к сожалению, это предусмотрено в программе ФЦП, но это 22-23 год, потому что действительно наши все портопункты, причалы, ну, пришли уже в негодность, считанные единицы остались те, которые действительно смогут принимать катера, экскурсионные, прогулочные, как бы, ну, уверен, что эта работа будет сделана. Ну, то есть все равно это в планах есть, у нас вернется сообщение по морю. В этом году я слышала, что у нас будут запускать, не только у нас ходят кометы в Севастополь, а теперь в этом году будет Феодосия, Ялта соединиться с Феодосией. Есть это в планах? Есть это в планах, как бы, ну, действительно комета популярная, к сожалению, их немного, ну, все билеты раскупаются, и, как бы, отдыхающим очень нравится этот маршрут, как бы, вдоль берега нашего Черного моря, проехать на скоростной комете, ну, это удовольствие, скажу откровенно. Спасибо, Константин Валентинович. Ну, что ж, коллеги, я передаю вам слово. Спасибо большое, Вика, спасибо, желаем вам хороших новостей, приятного дня.